Писать ролик, аж на тушика их души идет просто. Я не знала, насколько, насколько уже у нас морально, морально мужчины отпустились, насколько бросают часто жен, ради женщин с низкой социальной ответственностью, бросают женщин, детей и уходят от них вот к этим вот. Я даже не знаю, как их назвать, чтобы материться на камеру. Даже не знаю, как, какого слова подобрать. Вы приходите к ним в дом, забираете девочек из дома, забираете. Я здесь в своем кабинете просто, знаете, с чем только не сталкиваюсь. Я вот с этой салфеткой покупать не успеваю. От слез, от боли. О чем говорит с этой женщиной, если ее душу просто растоптали. Растоптали до такой степени, что она говорить не может. У него тут кома носить полчаса, просто плачет. Плачет, понимаете? Человек не может разговаривать от боли. Вы приходите в ее семью, вы ее забираете из дома, девочкой забираете. Вы на этот момент говорили ее родителям, что вы берете служанку в дом, а сами будете мотаться. Какая мать вам отдаст эта свою дочь? Как можно так поступать? Это же самое главное в вашей жизни. Семья – это самое главное в вашей жизни. Как можно так относиться к семье, к своей жене, к матери, к своим детей? Унижать ее, оскорблять и уходить? Уходить? Ты куда уходишь? Ты что творишь вообще? Ахарзаман, жем? Ахарзаман давно пришел. Мужчина, вы что творите? Очнитесь, пожалуйста. Это невозможно. Я что слышу в этом кабинете? У меня волосы дыбом стоят уже. Дыбом. От ваших поступков, от ваших действий. Женщина настолько морально убита, морально унижена, и не одна, это неоднократно, я с этим сталкиваюсь каждый день. Бросают жжок и зашмар, уходят. Вы что творите? Вы что делаете? Как так можно? Как мне разговаривать с этой девочкой, у которой весь мир серый? Понимаете? Серый. Как мне объяснять о самооценке? Как мне доносить о том, что надо мир любить? Как она будет любить этот мир, если человек, которому она доверилась, унизил ее, оскорбил в самых искренних ее чувствах, разрушил ее надежды, прошелся ногами по ее душе и попер к шмаре? Как? Вы почему настолько думаете, что все безнаказанно? Вы о чем думаете вообще? Что у вас в голове творится? Очнитесь. Как можно свою семью бросать и уходить? Уходить еще? Тихонечко погуливать, я еще это как-то могу понятие принять. Уходить и еще открыто изменять, открыто оскорблять ее. Типа ты никуда не денешься. Да, я знаю, есть женщины, тоже очень алкоголички там, или дебилки, бывает, от которых реально нужно уходить. Но это 10%, 90%, с чем я сталкиваюсь. Тут это ценность, семейная ценность, моральных ценностей, их нет, они стерты, они стерты просто уже. Очнитесь. Как так можно поступать? Пожалуйста, будьте благоразумны. Думайте, что вы делаете. Идете на поводу похоти. Как можно похоть сравниться с семьей вообще? Как можно это ставить на один? Ох. Я не знаю, у меня аж уже слов просто нету. Я в шоке от вас просто. Это правда. Это правда. Ау-е. Ребята, всем здорова, саночной связи. Слушайте, ну, во-первых, давайте смотреть объективно и без лицемерия. Ребят, я против измен. Хоть мужский, хоть женский. Это нехорошо. Я знаю, что некоторая часть общества говорит, допустим, что мужчинам можно изменять, а женщинам нельзя. Другая часть общества говорит, что женщинам можно изменять, а мужчинам нельзя и так далее. Ребят, это все крайности. Я считаю, что измены это плохо с любой стороны. И допускать их это нехорошо. Ребят, не надо этого делать. Зачем? Другой момент, что как бы она говорит, тихо погуливать я еще понимаю. А открыто гулять я не понимаю. Это как вообще можно понять? То есть гулять можно, но точнее не открыто. Это значит и чаечки можно гулять тоже так, ну, тихо погуливать. Это что вообще за какие-то двойные стандарты? Открыто нельзя изменять, а закрыто можно. Что это за брит вообще? Ребят, вот честно, как бы я не понимаю тех людей, которые изменяют. Точнее не то, чтобы не понимаю. Я, так скажем, знаю из-за чего это происходит. Но все-таки я считаю, что это не выход. Ребят, вот очень много общаюсь с мужчинами на консультациях, там, в чате, в телеграме, там и так далее. И здесь, на стримах, там, ребят. Я знаю прекрасно, что чаечки после родов тоже меняются. Там депрессии вот эти все их, там, да, вот отсутствие секса очень долгое время, ребята. И не то, что после самих родов, а после самого, ну, депрессии, мне не хочется ее, да. Она его расхотела, там, и так далее, там, много разных причин, да. Я это не одобряю, а с другой стороны, ребят, а что мужчине делать? Вот он, допустим, уходить не хочет бросать детей, да, а секса у него в браке нет. Что ему делать, скажите, пожалуйста? Опять-таки еще раз повторяю, я не оправдываю тех мужчин, которые изменяют. И женщины равно, как бы, измены это плохо, ребят. Ну, с другой стороны, допустим, я бы поступил так, я бы ушел. Я бы, скорее всего, забрал детей, как бы, там, каким-то образом, нашел бы какой-то способ и забрал, и ушел бы. Если бы у меня было вот так вот, ребят, ну, я, ко мне приходят люди, мужчины жалуются. Та, ну, что так-то, так-то, а что мне делать? Мы, понятно, делаем, ситуацию разбираем, но, тем не менее, ребят, а с другой стороны, как бы, ну, такая, и она, да, у нее депрессия, она, там, ревет, приходит к психологам, там, вот эти, там, носовые платки, там, у нее горами, салсетки, то есть, она, там, сопли, слезы текут, как бы, ребят, ну, во-первых, бабе поплакать, это, как собаке, почесаться. Это, во-первых. Во-вторых, как бы, вот эти вот все приколы, загоны, типа, там, вот, там, так, вы же понимаете, что они потом говорят, типа, он после свадьбы стал другим, а может быть, не только он стал другим, а может, кто-то вместе с ним стал другим, да? Ребят, как ни крути, а секс, не то, чтобы мужчине, а вообще, обоим людям, то есть, обоим полам нужно и мужчине, и женщине, и, и женщине. И, допустим, если, там, учащий, какие-то проблемы, там, полгода, года, может быть, и два, депрессии, там, у нее, и так далее, то есть, нет, это, это нормальное человеческое, там, явление, там, человек застрессовал, там, и так далее. Ребят, ну, не начинают этим пользоваться, они начинают мозги пилять, там, и так далее. То есть, много-много разных претензий. То есть, у мужчины просто котелок закипает, идет на сторону, я не одобряю, но в какой-то степени понять могу, почему так происходит. Ну, вот, просто, как, как человек, да, вот, человек, который пришел ко мне и жалуется на ситуацию, то есть, я могу понять причину поступка. Чаечки, а может быть, как бы, надо немножко полояльнее к мужчине относиться. Все-таки. Потому что, ну, блин, не только мужчины виноваты. То есть, до свадьбы был просто прекрасный, великолепный человек, семейным, там, с большой буквы. Великолепный мужчина, потом раз, изменился. Так, а причина измены какая? Задумайтесь, причина измены. Ребята, измены это плохо, еще раз повторяю. И, еще раз напоминаю, ребята, что не забывайте про курс, точнее, акцию на курс, как взаимодействовать с женщинами без потерь, если вы приобретаете его на 4,5 часа в видеоформате, получаете в подарок еще два курса поменьше, это 5 лучших способов знакомства, и как вычислить женскую измены в совокупности на 7 часов информации, ребят. Большая-большая база, как общаться с женщинами без потерь для себя, финансовых, там, временных затрат, нервов и так далее. Ребят, кому-то интересно, пишите мне в личку. Ну и давайте еще одну чаечку послушаем. Была замужем со священником и развелась с ним. Мы познакомились друг с другом еще в школе, когда стояли на посту номер один. Я училась в 10-м классе, он в 11-м. Те, кто одесситы, знают, что такое пост номер один в парке Шевченко. В тот момент я молодым человеком не интересовалась, потому что я встречалась с другим парнем. И, в принципе, что он из семьи священников, я, естественно, знала. И то, что он будет учиться в семинарии, я тоже знала. Позже, когда я уже была... Запомните этот важный момент. Она говорит, на тот момент я общалась с этим якобы парнем-священником и встречалась с другим. Запомните этот момент, дальше он пригодится. На втором курсе института мы с ним встретились еще раз, случайно пересеклись в парке. Тогда он решил подойти, поздороваться со мной, и мы обменялись номерами. В тот момент он уже учился в духовной семинарии. Не знаю, каким чудом, но я влюбилась в этого человека. Вначале все было вроде бы нормально, хотя звоночки о том, что не стоит с этим человеком не то, что заводить семью, но отношения в целом, были изначально. Естественно, когда мы влюбляемся, мы этого не замечаем. И оправдываем любой поступок своего партнера. В общей сложности провстречались мы год и четыре месяца, после чего нужно было жениться. Для того, чтобы этому человеку дальше, скажем так, идти по карьерной лестнице. Для того, чтобы его рукоположили, ему нужна была жена. До этого мы с ним вместе не жили, но интимная связь, естественно, присутствовала в наших отношениях. Когда я попросила, может быть, мы поживем немножко вместе до брака, месяц, два, три, на что мне было отвечено, что люди скажут. Мне тогда было 18 лет, и, естественно, запудрить мне мозги можно было очень просто. Я действительно хотела семью, и так как думала, что если этот человек из такой семьи, из такой профессии, то для него семья — это сверхценность, точно так же, как и для меня. Но это было моё ошибочное субъективное мнение, которое в итоге всё равно привело к разводу. Все люди такие, какими мы их себе рисуем в воображении и ожидаем от них чего-то. Я что-то так, если честно, и не понял, а что священник-то плохого сделал? То, что не захотелось с ней жить до брака? И что? А что здесь криминального-то, я не пойму. Ну ладно, ребят, это всё как бы мелочи. Почему я вас попросил запомнить деталь, типа, что якобы на тот момент, получается, когда она развелась, ей уже было 18, то есть она сказала, да, что на тот момент, как бы мне было 18 лет, она уже жила, ну короче, была уже замужем за священником, да. Получается, через пару лет она на втором курсе института, или какой-то там, я не знаю, там, шараги не встретились. Короче, это получается, ей на тот момент, когда ей было 16 лет, она встречалась с другим парнем, уже с кем-то встречалась, да, там, и знала этого парня, священника. То есть, сколько она там с этим парнем встречалась, с 16 лет, подчеркиваю, потом там за два года, не знаю, там, были у неё ещё мужчины, не были, и, соответственно, в 18 лет она уже вышла замуж, ребят, и она после этого говорит, ну, 18-летней девочке же, так легко запутрить мозги. То есть ты, это только то, что она сейчас сказала, только то, что она сейчас сказала. В 16 лет у нее уже был пацан, в 18 она уже за другого пацана вышла замуж, за священника. И ты хочешь сказать, что тебе запудрили мозги, то есть ты, я извиняюсь, ну, я думаю, по-любому, там, не иначе, там, 16 лет, это минимум, она вела активную половую жизнь. И это тебе священник запудрил мозги, ты хочешь сказать, да? Чаечка, ребят, я вот любитель докапываться до деталей, до одного слова могу доколупаться. Ребят, для меня в 10-минутном монологии бывает одно слово, бывает решающим. Одно предложение, фраза, слово, неважно. Я могу из него развить целую теорию, ну, вы, в принципе, видите, да, как у меня это получается. Не знаю, кому-то хорошо, кому-то плохо от этого, но, тем не менее, это правда, ребят. Одно или несколько слов могут предопределить судьбу всего, так скажем, рассказа. Я, в принципе, все вижу, ребят. Мужчина, как всегда, плохой, там, и так далее, да, вот, хотя по факту, что священник сделал. Я, если честно, не знаю, как он вообще на ней женился, как бы. Я уж думаю, что она явно была не целомудренная. Ну, это мое мнение, ребята, мои догадки, как бы, ну, судя по нашим чаечкам, как бы, в принципе, что тут сомневаться, да? В общем, ребята, кому интересны курсы по акции, пишите мне, конечно же, в личку. Пишите комментарий по этому поводу. Великолепнейший. Ребята, всем здоровья, счастья и прекраснейшего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok